Здравствуйте, ребята! 11 класс. Всемирная история. Сегодня тема урока «Система высшего образования. История и современность». Цель урока – исследовать историю возникновения высших учебных заведений, выявляя общие тенденции их развития, анализировать роль первых университетов в распространении просвещения и науки, критерия оценивания, исследует историю возникновения первых университетов, выявляя общие тенденции их развития, оценивает роль первых университетов в распространении просвещения и науки. Болонский университет Италия, 1088 год, основан в 1088 году, долгое время оставался ведущим учебным заведением мира, где первыми в Средневековье стали внедрять самые передовые методы образования, который имел огромное влияние на Западную Европу. Кембриджский университет, Великобритания, 1209 год. В отличие от других школ, того времени работавших при монастырях, делавших упор на богословии, здесь давали более классическое образование, где обучали философии, логике и математике. Более 80 выпускников Кембриджского университета становились лауреатами Нобелевской премии. Оксфордский университет, Великобритания, 1096 год. Этот университет стал очень быстро расти и активно развиваться после реформ английского короля Генриха II Плантагенета, из-за которых английские студенты вынуждены были покинуть Сурбону. Упускниками этого учебного заведения было 25 премьер-министров Великобритании, 27 нобелевских лауреатов, 20 архиепископов кентерберийских, а 12 канонизированные в святые. Сейчас здесь учатся около 20 тысяч человек, четверть из которых иностранцы. Парижский университет, Франция, 1160 год по 1250 год. Парижский университет часто называют Сурбонна. После революции в период 1793 по 1896 годы его деятельность была приостановлена. Сейчас он занимает 75 место в мире. Университет Саламанки, Испания, 1134 года. Это учреждение, где Христофорд Колумб в конце 15 века обосновал необходимость экспедиции в Индию и заручился поддержкой короля. Университет Саламанки ранжируется показателем 591-600 в международном списке лучших учебных заведений высшего образования по версии на 2019 год. Университет Аль-Асхар, Египет, 970 год. На протяжении всего времени своего существования данное учебное заведение стало свидетелем политической нестабильности. Особенно в 12 веке, когда новая династия получила власть и уничтожила более 100 тысяч текстов. В настоящее время университет Аль-Асхар имеет показатель 801 по 1000 в мировом рейтинге и занимает 50 место в международном рейтинге лучших университетов мира в арабском регионе по версии 2018 года. Помимо традиционных дисциплин, в учебном заведении также представлены программы в области бизнеса, экономики, науки, медицины, машиностроения и сельского хозяйства. Принципы формирования первых университетов. Официальное рождение университета подтверждалось привилегиями, особыми документами, которые были подписаны римскими папами или вельможами высокого ранга. Эти документы определяли университетскую автономию, собственный суд, локальное управление, право дарования ученых степеней. Студенты были освобождены от военной службы и некоторых других форм и обязанностей. Университеты начали проявляться быстро и очень быстро стали появляться. Если в XIII веке их было 19 по всей Европе, то уже через столетие к ним прибавилось еще 25. Открыть университет было довольно просто. Порой городская община просто обозначала минимум студентов, при наличии которых соглашалось оплачивать нанятого профессора, а затем и последующих. На скамьях Сорвоны в разное время можно было увидеть мужчин совершенно разных возрастов и сословий из разных стран, а иногда их аудитория для лекций была обычным амбаром, а слушатели вольготно располагались на соломе вместо скамьи. Возникновение факультетов или колледжей. Изначально и студенты, и преподаватели объединялись в национальные землячества, нации или коллегии, которые во второй половине XIII века трансформировались в факультеты или колледжи. Представители факультетов, деканы, выбирали официальную главу ректора. Часто эта должность давала годовые полномочия. Позже демократия постепенно закончилась, и главные должностные лица стали назначаться местными властями. Факультеты присуждали ученые степени, иногда выпускников, подобно рыцарям, громко называли титульными наподобие граф права. Содержание обучения определяло семью свободными науками. Например, на факультете искусств читали сочинения Аристотеля по логике, физике, этике и метафизике. Некоторые труды переводились на ходу с арабского и греческого языков и бурно обсуждались в процессе. Специализация университетов. Постепенно усиливалась и специализация высших учебных заведений. Например, Парижский университет охотно выпускал знатоков теологии и философии. Оксфордский университет становился преподаванием канонического права, Орлеанский же – гражданского права. В университете Монпелье было очень сильно преподавание медицины в университетах Испании. Также существовали очень серьезные математические и естественно-научные школы. А в университетах Италии подробно и глубоко изучали римское право. Задание первое. Используя карту, заполните таблицу. Дескриптор знает географическое положение стран Европы, определяет количество старейших университетов, определяет количество университетов XIII века, определяет количество университетов XIV века, определяет количество университетов XV века. Далее, задание второе. По диаграмме Венна сравнить кембриджские и парижские университеты и сделать вывод о роли первых университетов в распространении просвещения и науки, отличия и общие факты. Дескрипторы. Обучающиеся. Выявляет общие тенденции развития университетов, выявляет отличающиеся тенденции развития университетов, анализирует роль первых университетов в распространении просвещения и науки и делает вывод. Самостоятельная работа. Приведите в соответствии термины и их значения. Дескриптор. Обучающийся. Понимает значение терминов, указывает главу университета, указывает главу факультета, дает определение университетов, дает определение студенту, дает определение факультету и указывает старейший университет Европы. Итак, ребята, урок окончен. До свидания.